Умение сонастраиваться эмоционально С красотой, нежностью и тонкостью живой природы Позволяет нам обрести внутреннюю гармонию Что является необходимым для обретения состояния И постоянного ощущения счастья жизни Это также важнейший компонент духовного совершенствования Продолжение следует... Ну как, нравится? Умение общаться с живой природой Не вредя ей Но даря ей свою любовь Наслаждаясь гармонией общения с ней Это очень важно как для успешного духовного развития Так и просто для счастья Природа учит нас Особенно на утренних и вечерних зорьках И блаженству от слияния с ее красотой И внутренней тишине И разлитому состоянию сознания Слияние с ней Также наполняет нас жизненной силой Эта красота Элемент творения Бога Это важно понимать Ведь Лишь научившись любить творение Можно полюбить и его творца А без этой искренней любви Разве можно быть счастливыми? Причем любовь, описанная, должна быть обоюдной Не принесет счастье только его любовь ко мне Но Надо стремиться стать не любимыми А любящими Но любящими не той эгоистичной пародией на любовь Я имею в виду примитивные личные сексуальные хотения Которые бездуховные люди как раз и называют любовью Но Стремлением Подарить Себя ему Любовь к Богу начинается С желания познать его Сначала лишь умом Потом и во всей полноте Так, чтобы эмоции моей любви Сливались с эмоциями любви его И затем постепенно приходит и полнота слияния с ним Собою как сознанием Развитым в процессе поиска его Еще очень важно на этом пути Иметь друзей единомышленников Намного легче ощущать счастье Своего созидательного бытия В духовной группе Общине Хотя бы и маленькой Нравственно здоровый человек Обретает наслаждение от того Что дарит Свои знания Умения Самого себя Другим Стремясь именно их Сделать счастливыми Именно от этого процесса дарения И видения его позитивных результатов Он становится счастливым и сам Но что надо делать, чтобы найти себе достойных друзей Надо всего лишь Предложить себя Показать другим свою полезность И пусть каждый делится с другими тем Что сам знает, может, умеет Важно также для счастья Хорошее здоровье Но от чего оно зависит? Можно услышать, что наши страдания и беды Происходят от того, что Адам и Ева Когда-то согрешили Эту дурную фантазию Даже именуют специальным термином Первородный грех Я предлагаю рассматривать Такую точку зрения Как явный признак слабоумия Тех, кто в это веруют Не говоря уже о тех, кто ее проповедует Другие винят в своих болезнях Плохих врачей Загрязнения окружающей среды Или тех, кто вынуждают меня нервничать Волноваться Испытывать стрессы Но нет В наших бедах Мы виновны лишь сами Трудно это доходит до людей Невежественных В религиозной философии Но истина состоит в том Что именно любящий нас Бог Устраивает нам такого рода Такого рода проблемы Указывая нам на нашу неадекватность Неадекватность тому Какими он нас желает видеть Сильно упрощая Можно сказать, что Если мы совершаем Какое-либо неоправданное зло Какому-либо существу То мы тем самым Программируем Аналогичные ситуации В свою жизнь В свою судьбу Теперь в качестве уже жертвы Это называют действием Закона кармы Закона формирования судеб Именно так Бог учит нас Не совершать недобрые поступки Учит сострадать чужой боли Через испытывание нами Боли собственной Причем закон кармы Распространяет свое действие И на временные рамки Превышающие одну лишь Земную жизнь Вот почему в частности Рождаются Больные дети У кого-то может возникнуть вопрос А зачем ему все это Зачем ему нужно Чтобы мы были хорошими Его пониманием Подробно мы Рассматривали эту тему Смысл жизни человека на Земле В каждой из изданных нами книг Но сейчас лишь очень кратко скажу Что ведь мы Являемся Частицами Эволюционирующего Вселенского Сознания Называемого Абсолютом Это в наших телах В том числе Вершится эволюция Абсолюта Вот почему Ему столь дорога Каждая душа Вот почему Он столь усердно Наблюдает за каждым И все время Стремится подправить Помочь каждому За исключением Лишь тех Кто доказали Свою полную Безнадежность Таких Он отправляет В ад Помойку Эволюции Итак Чтобы Взять в свои руки Свою судьбу Надо Во-первых Выучить Все правила Которые Он предлагает Нам Для Жизни На земле Он Дал Нам Их Через Своих Мессий И Пороков А чтобы Исполнять Эти правила Очень важно Научиться Управлять Своими Эмоциями Надо Надо научиться Жить Вне зависимости От обстоятельств Светлых Чистых Тонких Эмоциональных Состояниях Так мы Будем Желанны Для друзей Так мы Обеспечим Себе Телесное Душевное Здравие Так Нашей Обителью Станет Как минимум Рай А Грубые Эмоции Типа Гнева Раздраженности Зависти Ревности И Других Подобных Состояний Не только Неприятны Себе И окружающим Не только Разрушает Здоровье Собственное И Других Но И Предопределяют К жизни В аду После Развоплощения Как же Научиться Управлять Своими Эмоциями Об этом Очень подробно Рассказано В наших Книгах И показано В наших Фильмах Сейчас Скажу Лишь Что Основой Правильного Выстраивания Своей Эмоциональной Сферы Являются Развитие Духовного Сердца Духовное Сердце Изначально Базирующиеся В чакре Анахате Она Расположена В грудной Клетке Отключиться До Начала Солнечного Сплетения Начинает Именно Из нее Свой Рост Оно Является Тем Биоэнергетическим Органом Который Ответственен За Продуцирование Тонких Эмоций Любви Именно О Его Развитии Говорили Нам Иисус Христос И Другие Божие Учителя И Пророки Именно Благодаря Его Развитию В себе Мы Обретаем И здоровье И Истинных Друзей Но Также Приближаемся По состоянию Души К тому Состоянию В котором Живет Бог В аспекте Святого Духа И Творца Именно Через Это Бог Становится Для Нас Познанной Реальностью В Каче Примера Могу Привести Себя Я Полностью Здоров И Среда На Точ Что Уже Не Первый Год Живу За Чертой Шестидесятилетия Более того Мое тело С некоторых пор Молодеет Посмотрите Вот Сколько Бы Лет Вы Дали Ему Сорок Или Может Даже Тридцать Когда Мне Было Пятьдесят Девять Я В последний Раз Слышал Реплику Прохожих На улице Такой Молодой А уже С бородой Я Я ощущаю себя Молодым Бодрым И Зрелым И Живу Всегда В Ровном Чистом Спокойно Радостном Настроении Несмотря на Десятилетия Жизни В условиях Политических Репрессий И отсутствия Материального Достатка Я разучился Я Больше Не умею Испытывать Гнев Растрашение Зависть Тоску Тревогу Страх Я Жил И Живу Без Гнева Без Желания Отомстить Даже По отношению К тем Кто Однажды Вполне Умышленно Убивали Меня После Чего Я Полгода Тяжело Умирал И Дважды Побывал В состоянии Клинической Смерти Я Не Испытываю Гнева Страха Желания Мстить Даже Тем Кто И в последующие Годы Грозили Мне Кремации Заживо За Мои Книги Книги О Боге О Счастье Познания Его Более Того Я Стал Настолько Близок К Богу Что Свободно Общаюсь С Ним Я Могу Наполнять Своё Тело Им Хотим Ли И Мы Все Жить Так же Тогда Давайте Следовать Этому Исследованному Изученному Показаренному Для всех Желающих Пути Вот На таких Местах Прекрасно Медитировать Сливаясь С тонкостью Утренней Свежести Красоты Природы И с тонкостью Святых Духов Наших Божественных Учителей А так же Реализаторов Наших Судеб Это надо Обязательно Осваивать Если мы Решили Идти Духовным Путём То есть Путём Совершенствования Себя Путём Поиска Его Того Кого Нам Обязательно Нужно Найти И познать Для этого Так же Надо Читать Книги О Нём И О Пути К Нему Ещё Многие Люди Для этого Идут В храмы Участвуют Там В обрядах Это тоже Может Помочь Вначале Если только Там Не заразиться От людей Зла Идеологии Ненависти Что К сожалению Столь часто Бывает Ну а в целом Участие В богослужениях Помогает Начинающим Оторвать Своё внимание От объектов Материального Мира Мира А дальше А дальше А дальше Надо Понятоть Что Бога В храмах Не Больше Чем Вне Их И что Не В толпе В толпе Людской Даже Молящихся Вместе Людей А Именно В ситуации Один на один С Богом В уединении От толпы На природе Можно Наилучшим Образом Почувствовать Блаженные Прикосновения Бога Начать Слышать Его Мысли Ко мне Направленные Затем Научиться И Видеть Божественных Учителей Святых Духов И Обниматься С ними Входить В их Нематериальные Тела Сливаясь С ними Что делает Большинство Людей На природе Они Пьянствуют Колются Героином Убивают И калечат Живые Существа Оставляют После себя Кучи Битых Бутылок И прочего Мусора Оскверняют Тишину Природы Ревом Радиоприемников Или Магнитофонов Сами Орут Так Разумеется Можно Приблизиться Не к счастью Познания Бога А К Аду Ну а Для познания Бога Для Собственного Совершенствования Очень важна Внутренняя Тишина Обладание Которой Позволяет Познать Влаженство Покоя И тишины Сущих В обители Изначального Причем Пение Птиц Шелест Влажного От росы Тростника Или Листвые Деревьев Этому Вовсе Не мешают Но лишь Делают Тишину Зари Более Сочной Более Яркой Эмоционально Но надо Понимать Что Как полнота Ощущения Всего того Прекрасного Что может Нам подарить Природа Так и Возможность Познания Ее Творца И его Представителей Святых Духов Достигается Только в должной Мере Подготовленным Духовным Подвижником Готовиться К этому Надо Как в Интеллектуально Этическом Аспекте Так и Через Очищение И Развитие Биоэнергетических Структур Своего Организма Чакр И Меридиана Еще на природе Можно собирать Ее съедобные Дары Это и ягоды И грибы И разные Травы Все это Можно употреблять В пищу И прямо сейчас И Заготавливать Впрок Например Вместо Чая Можно Заваривать Просто Обычное Луговое Злаковое Разнотравье Его Его Можно Насушить Себе Специально Для Заварок На Зимнюю Половину Года Можно Насушить Для Заварок Вместо Чая И Мяту И Иван Чай И Осенние Пред Листопадные Листья Смородины Когда Они Уже Будут Ненужны Растения Или Если Попадется Сломанная Ветром Береза Можно Насушить Ее Листьев И Хвоя И Молодые Шишки Супавших Хвойных Деревьев Тоже Для Этого Годятся Только Не следует Петь Излишне Крепкие Заварки Из них Потому Что Наши Человечьи Живудки Непривычны Для Высоких Концентраций Смолы В отличие От Живудков Глухариных Это Для Глухарей Хвоя Являются Одним Из Основных Видов Пищи Или Вот Крапива Ее Многие люди Не наверят За то Что Она Кусает Но Она Кусает Как раз За то Что Эти люди Ее Не едят Ведь Она И Вкусна Когда Молодая И Обладает Ценнейшими Лекарственными Свойствами Она Стимулирует Иммунную Систему Организма Помогая В том числе Избавиться От Многих Недомоганий Ее Можно И сушить На зиму Чтобы Потом Заваривать Но Можно Есть И так Моем Режем Опускаем В кипяток Варим Примерно Минуту Даем Немного Остыть И На тарелке С майонезом Получается Вкуснотища Можно Сходным Образом Заготавливать И Приготавливать И Сныть И Папортник Дреоптерис Можно Себе Заготовить Сено На зиму Даже Из кислицы И Потом Варить Из него Супы Варить Эти Растения Можно Добавлять И В другие Блюда В сыром Виде Такие Как Дудник Матимачиху И Даже Только Что Появившиеся Из земли Побеги Иванчая Потом Когда Они Подрастают То Становятся Горькими Мы Консервируем Впрок Сахаром Лесные Ягоды Бруснику Клюкву Малину Голубику Чернику В виде Слабо Проваренного Варенья Мы Сами Вместо Пчел Делаем Мед Из Цветков Черемухи Или Таволги Можно Также Из Цветков Одуванчика Как Расскажу Надо набраться Ответий Заполнить Ими Большие Кастрюли Залить Негорячей Водой Негорячей Это Чтобы Успели Выбраться Случайно Попавшие Насекомые Довести До кипения И Оставить Настаиваться На ночь А на следующий День Отжимаем Выкидываем Цветки Жидкости Даем Отстояться Можно Ее и Процедить Потом Очищенную Жидкость Разливаем По кастрюле Заполняя На 2 Третьи Доводим До кипения И Засыпаем Сахар Так Чтобы Уровень Шидкости Поднялся До Верха Кастрюль Помешиваем Чтобы Растворял Сахар Снова Доводим До кипения Ну и Разливаем Предварительно Нагретый Затем Ошпаренный Кипятком Внутри Банки Закрываем Их Той Или Иной Разновидностью Герметичных Крышек Получается Ароматный Вкусный Очень Полезный Мед Собственного Изготовления Что касается Грибов То мы Питаемся Ими В течение Всего Года Дома Засоленными Или Точнее Заквашенными Грибами В походных Условиях Когда Новые Грибы Не растут Используем Сушеные Сушеные Грибы Легкие По весу Их Поэтому Удобно Носить В рюкзаках А потом Варить Или Даже Жарить В котелке На костре Как Сушить Грибы Для Этого Надо Иметь Грибосушилку Если Сушим На костре То Она Должна Быть С Дном И Может Сделана С Дном Это Для Того Чтобы Грибы Не Пропитывались Сажей И Она Может Сделана Складной Чтобы Легко Было Носить В рюкзаке Например Ее можно Сделать Из двух Полос Обычной Кровельной Жести Ну а Сами Грибы Насаживаем На шампура Из стальной Проволки И сушим Съедобные Грибы Растут Практически Везде И в тундре И в лесах И в горах И в степях Они Не только Вкусны Но Так же Являются Ценным Источником Белка Подтверждение Этому Наше Собственное Здоровье Ведь Мы Питаемся Именно Так Уже Не Первые Десяток Лет И Это Позволяет Нам Не Только Выживать В условиях Постоянного Крайнего Финансового Дефицита Но И Быть Счастливыми Грибы Грибы Можно Даже Жарить Прямо Над Костром На Просто Зачищенном От Коры Конце Прутика Гриб 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 Вначале Нагреть Для того Чтобы Он Выпустил Сок Немного Подсолить Его Соль Прилипнет К соку И Не Спадет А дальше Надо Всего лишь Хорошо Проварить Гриб В Его Собственном Соку Получается Удивительное Лакомство А в то Время Года Когда Грибы В лесу Не Растут Мы Жарим На Костре Бутерброды С Сыром Но Это Надо Делать Не На Шампурах Из Прутиков А На Специальных Вилках Разумеется Мы Для Этого Ни В коем Случае Не Срезаем Живые Ветки Находим Достаточно Прочные Сухие Попробуйте Получите Массу Наслаждения Вот Так Мы Живем В Хроническом Истинном Счастье Почему Я Подчеркиваю Слово Истинном Потому Что Не только Ведь В шашлыках Из грибов И Жареных На Костре Бутербродах Сыром Счастье Но Всю Свою Жизнь Надо Привести В Гармонию С Богом А Именно Жить Не Причиняя По Возможности Никому Вреда Постоянно Совершенствуя Себя Духовно Живя Под Именно Его Руководством Даря Другим То добро Которым Мы Можем Поделиться Успехов Вам На Этом Пути Другим Другим Другим